Приветствую вас, с точки зрения психологии я полагаю, что вы находитесь в эдаком треугольнике Карпмана, в том смысле, что вы занимаетесь спасительством людей, а вы занимаетесь спасительством чужих людей, к сожалению, вот. А это не приносит вам какой-либо пользы, это не приносит вам ничего хорошего. Поэтому я думаю, что нужно предстать вам спасать людей, вам нужно нести ответственность только за себя, вот. Нужно четко определить границы ваши личные между вами и другими людьми, и уже, исходя из этих границ, выстраивать взаимодействие с людьми на выгодной для вас позиции. Потому что, то есть, позвоните брату, вот, скажите, что твоя жена ко мне пришла, разбирается с ней. Это жестоко, это жестоко, да. Но по-другому никак. Жена вашего брата пьет именно поэтому, что все пытаются решить свои проблемы. Это ни к чему не выйдет. И самое главное, что вредит вам. Поэтому единственный выход из этой ситуации только в том, чтобы вы вышли из треугольника Карпмана, вот, и вышли из своей роли спасителя. Но! Проблема в том, что вы в роли спасителя оказались не случайно. Тот факт, что вы оказались в этой роли спасителя, имеет под собой основания и причины. И вот эти основания и причины, по которым вы стали спасать людей, взяли себе племянниц и так далее, но не выяснять. Потому что в дальнейшем этим люди могут пользоваться и вам будет столько хуже. Почитайте, пожалуйста, про треугольник Карпмана в интернете. Почитайте про правила трех секунд или правила свободы. Я думаю, что этого пока на первый раз этого будет достаточно для вас. На первое время этого будет достаточно. Дальше уже нужно будет более детально с вами разбираться и работать. Может быть у вас зависимость? Непонятно, почему вам 22 года? Ваши родители проводят беседу с женой брата. Каким боком дети родители? Непонятно, чья квартира, то есть как бы чьи она в собственности и так далее. Вот, то есть это вот такие моменты, которые нужно прояснить. Как вот у нас семейная организация, распределение семейных ролей, кто за что отвечает, что такое ощущение, что ответственности у вас никакого нет. Ну и жена в принципе вашего брата пьет тоже не случайно, он не случайно выбрал ее, то есть ваш брат тоже возможно обладает некими элементами зависимости от своих родственников, от своих, ну от членов своей семьи. Вот, так что с этим аспектом тоже необходимо разбираться и работать. На данный момент я хочу, чтобы вы выстроили границу между собой и другими людьми, да? То есть четко определили, где вы, где другой человек, где вы отвечаете, а где завтра тебя другой человек. Ну взяли вы племянницу, ну в принципе я не скажу, что это прям очень хороший способ, но окей, взяли племянницу, супер, но выбираю выгнать жену-жину вашего брата из своей квартиры, потому что квартира не ее. Вы правы это сделаете. Это жестоко, но это к чему-то подполкнет жену вашего брата, если вы хоть немного переживаете за ее ребенка. Я настраиваю этот факт, что вы пишите, что у детей нет денег, это опять же не ваша проблема. Да, это жестоко, но это не ваша проблема, за всех переживать нельзя. Вот, соответственно, то, что можно вам ответить, исходя из вашего текста. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok